Ветеринарный университет 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 страны, где вы находитесь, да, но это будет сельскохозяйственный вуз. Задача сельскохозяйственного вуза – выпустить человека, который будет не допускать заражения человека болезнями общими для кошек и собак, не лечить животных. Да, там будут небольшие какие-то факультеты, там дополнительные занятия, еще что-то, еще что-то, 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 но в результате там пятилетнего обучения вы получите диплом, как право, просто как права. Вот вы придете на курсы, обучаетесь водить машину, вы получаете права, но вы не становитесь водителем, вы не становитесь водителем. Более того, то, что касается ветеринарии, да, то врачом становится абсолютное меньшинство тех людей, которые получили право заниматься лечением мелких домашних животных. Да, они работают в каких-нибудь там мясокомбинатах, еще где-то, еще где-то, в каких-то колхозах, совхозах, ну, то, что там, агрокомплексах, как угодно, назовите. Вот, но к лечению мелких домашних животных это не имеет никакого отношения со всем. Вот, поэтому пытаться, грубо говоря, завербовать молодого человека, который пройдет курс обучения, станет ветеринарным врачом, потом у него будет достаточно сил, времени и усидчивости становиться врачом по лечению мелких домашних животных, но это какая-то утопия. То есть, практически нереально. Могу сказать так, один единственный человек, вот реально, который занимается лечением, хирургическим лечением болезни сердца, вот я его знаю, да, Кадыров, Рамиль. Вот, так вот, смотрите, один на всю страну, оперирует реально сердце. С аппаратом искусственного кровообращения, я имею в виду. Количество действующих космонавтов на сегодняшний день в России 23 человека, 23. А кардиохирург один. Какой шанс, то, что, например, вы сможете стать кардиохирургом, к примеру? Ну, маловероятно, да? Если мы посмотрим по любым другим специальностям, то врачи, которые могут лечить какие-то, ну, там, умирающих животных, да, там, реаниматологи, их тоже единицы. Вот, я не говорю про врачей вообще общих арей, да, те, которые, ну, реально, вот, узконаправленные, там, реаниматологи. Ну, их там, ну, 10 человек на всю страну. Врачей, которые удаляют опухоль головного мозга, ну, их там, ну, десяток. Гораздо меньше, чем космонавтов. Понимаете? Поэтому вероятность то, что вы, я вас не знаю, но вероятность то, что вы сможете стать ветеринарным врачом и лечить реально мелких домашних животных, заметьте, не получите диплом, а диплом вы получите в любом случае, если вы просто не будете прогуливать, не будете спорить с преподавателями, просто будете ходить в университет. Если вы будете посещать занятия, ходить в университет, вы получите диплом. Но вы не станете врачом, потому что диплом ветеринарного врача дает только право на то, чтобы заниматься лечением мелких домашних животных. На это надо еще разбираться, на какой факультет вы там поступите. Потому что если вы поступите на факультет, который, собственно говоря, это не позволяет, то и не будете, даже имея диплом ветеринарного врача. Поэтому это очень важный момент. Я как-то был в Петрозаводске, да, и там один из представителей одной из фирм, он говорит, да, я вот закончил институт, думал, буду лечить мелких домашних животных. Прихожу в клинику, а я ничего не знаю. Я говорю, так, название-то отсмотрел, там написано, Министерство сельского хозяйства. С чего ты взял, что ты сможешь научиться там лечить мелких домашних животных? Почему тебя должны в институте, который целью своей ставит научить людей, охранять людей от болезней общих для собак и вообще животных, будут лечить мелких домашних животных? Не стоит же задача лечить. Вот, поэтому мы не даем эти документы, да, потому что мы реально понимаем, что вероятность то, что там из 100 человек ветеринарных выпускников, там, Санкт-Петербургского ветеринарного вуза, ну, работать смогут, ну, 1-2 в будущем случае. Реально лечить мелких домашних животных. Возможно, вы будете этим человеком, но вам надо тогда ходить в клинику, вам надо ходить в клинику, учиться, потому что научить, лечить вас могут только те люди, которые умеют сами лечить. Вот. Был я, собственно говоря, в Ставропольском университете, да, это, наверное, один из самых лучших университетов нашей страны, ну, по крайней мере, среди тех, которых я был, это, наверное, один из лучших. Вот. И у них есть проблема с, как раз, с ветеринарными врачами, по специалистам, по мелким домашним животным. То есть у них есть хорошая клиника внутри института, университета, но они испытывают реальную проблему в, смотрите, вуз, выпускающий ветеринарных врачей, испытывают потребность в специалистах по лечению мелких домашних животных. Там они есть, но их там мало, и им сложно это сделать, потому что они сами это, они не умеют лечить. А если ты не умеешь водить машину, ты не можешь другого человека научить водить машину. Если ты не умеешь, там, летать в космос, то вероятность, что ты научишь другого летать в космос, равна нулю. Вот приблизительно такая реальная ситуация вот на сегодняшний день в стране. Поэтому хотите стать врачом, ходите в клинику. Вот. А уж будет у вас там диплом, ну, конечно, его надо получить, но это не главное. И не самое главное, что необходимо для того, чтобы стать врачом ветеринарным по лечению мелких домашних животных. Это вот реальность сегодняшнего дня. Вот. Надеюсь, ответил вам на ваш вопрос. До свидания. Удачи вам в вашем нелегком деле. Субтитры сделал DimaTorzok